Друзья, всем привет! А у нас сегодня очередная подборка полезных советов и разнообразных хитростей, которые пригодятся как в мастерской, так в гараже или дома. Итак, погнали! Рассмотрим такую ситуацию. Имеется труба и обычный червячный хомут, который не налазит на трубу. То есть хомут маловат. И даже если его раскрутить до конца, то все равно никак. А больше хомутов нет, если только совсем маленькие. В таких случаях вам может помочь как раз-таки тот маленький хомут. Просто раскручиваем оба хомута до конца и соединяем между собой. Теперь размера получившегося состыкованного хомута как раз хватит для этой трубы. Так можно соединять бесконечное число хомутов между собой и получить хомут нужных размеров. Даже в магазине иногда не получается найти нужный. Например, не вовремя они там заканчиваются. И в этих случаях можно воспользоваться вот таким решением. Допустим, надо просверлить отверстие в стене, которое должно быть перпендикулярно. Но как контролировать ту самую перпендикулярность? Иногда сверло убегает, особенно если оно длинное и отверстие получается просверлено не под прямым углом. Для цели контроля можно воспользоваться обычным накидным ключом, который надеваем на сверло и во время сверления контролируем, чтобы ключ висел в одном положении и никуда не съезжал. Если же начинает съезжать, то мы либо поднимаем, либо опускаем дрель. И в итоге получим ровное перпендикулярное отверстие. Далее, к примеру, забиваем в это отверстие дюбель. Но, к сожалению, немного ошиблись с местом. И теперь дюбель надо вытащить. Как это сделать? Он ничем не поддевается и только рвется у края и не вытаскивается. Увидел в интернете, что может помочь вот такой штопор. Давайте попробуем. Да, дюбель удалось вытащить без каких-либо усилий. Из пеноблока можно вытащить и обычным ручным штопором. А из бетона, думаю, лучше воспользоваться вот таким с ручками и упором. Бывают такие ситуации, когда надо наделать мелких отверстий. А патрон дрели, или в моем случае патрон сверлильного станка, не зажимает такое маленькое сверло. И оно просто оттуда выпадает. Для этих целей подойдет либо шариковая ручка, а точнее стержень, либо трубочка от баллончика, типа ВДшки. Отрезаем небольшой кусочек от трубочки, надеваем на сверло и спокойно зажимаем в патроне. Держится очень крепко. Пару раз, даже не помню где, возникла необходимость что-то смазать в труднодоступном месте. Но даже с такой маленькой масленкой это не получилось сделать. И тут на глаза попалась вот такая игла от шприца, которую надеваем на носик масленки и можно пролезть уже в отверстие поуже. Та же ситуация и с клеем. Бывает надо что-то подлезть подклеить, но носик у тюбика слишком толстый. Поэтому иголка в помощь. Друзья, вот такое коротенькое, но надеюсь полезное видео получилось. Если это так, то ставьте лайк и напишите в комментариях, какой совет вам понравился и вы о нем не знали. Это все не я придумал, поискал интересное в интернете и решил проверить, а заодно и показать вам. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!